Один из крупнейших гипермаркетов Самары. Каждый день за покупками сюда приходят сотни горожан. Эти покупатели оказались особенно придирчивы. Прежде всего к условиям хранения продуктов. Руководитель департамента потреб рынка, правоохранители и общественники проверили, за что именно платят деньги самарцы. Вот конкретно на этом продукте. Срок годности, продукт пригоден к употреблению при температуре хранения не выше минус 18 градусов. То есть этот продукт должен храниться при температуре не выше минус 18. На этом холодильнике есть табло, вот здесь он. Но здесь на табло температура не указана. Соответственно установить температурный режим хранения нельзя. От температуры хранения зависит срок годности продукта. Выяснить самостоятельно, сколько же градусов в холодильнике не удалось, пришлось обратиться к администрации. Для того, чтобы продукция не портилась, чтобы холодильник в нормальных условиях работал, для того, чтобы лед на нем не собирался, включается определенная температура. Когда она доходит до крайности, включается режим оттайки. Он сам самостоятельно оттаивает, а потом при понижении температуры она опять включается. То есть здесь все это контролируется, все это просматривается. Можно нам узнать, в данном холодильнике какая температура на режимах? Вот эти вот морозильные камеры, которые находятся, здесь температура минус 18 градусов. Поддерживается постоянно? Конечно, обязательно. Особое внимание к молочным продуктам и детскому питанию. Условия хранения соблюдены. А вот сколько этот детский творог хранится на магазинной полке, выяснить непросто. Что дата какая? Я тоже не вижу. Вот, кстати, да, вот смотрите, вот дата указанной упаковки, но ее вообще абсолютно не видно, невозможно прочитать. Это вот как раз к вопросу о техническом регламенте. Как дата определились? Да, вот здесь написано 8, 07, 15. Покажите, где вы ее увидели. Ну, посмотрите, я вижу, у меня уже глаз. Вот здесь что написано? Здесь не видно. Вот здесь не видно. 11, наверное. Наверное. А может не 11. На прилавках еще одного супермаркета участники рейда обнаружили молоко, срок годности которого закончился сегодня. Администрация магазина заверила, уже завтра его не будет. У нас проходит человек, который ответственный за строки. Он сегодня вечером все снимает. То, что сегодня заканчивается, ну, вернее, завтра снимает это, заканчивается, а сегодня мы вечером это снимаем. Все это утилизируется и все это относится на помойку. А вот с этими продуктами возникли проблемы. Половина холодильника забита неопознанными объектами. Вот у вас товар, да, вот смотрите, состав, состав приготовления, срок годности, вот этикетка. А вот так? Вот это что такое? Вот это где здесь? Вот я откуда знаю, что это вообще? Отсутствие этикетки, затертой информацией на ней, нетоварного виду упаковка, просроченный продукт – это грубые нарушения, которые обнаружились в ходе рейда по самарским сетевым магазинам. Такие проверки проходят регулярно и уже имеют свой результат. Нарушений фиксируют все меньше. Все замечания, то, что на момент рейда обнаруживается, направляется в Роспотребнадзор для принятой решения по компетенции. Для руководителя данного магазина будет уроком, они замечания устранят и будут обслуживать жители городского посадка. Все некачественные продукты проверяющие собрали с магазинах прилавков и испортили упаковку. Чтобы купить, такое никто не захотел. А продавцам и впредь неповадно было выставлять на продажу в сомнительный товар. Марина Матвеична, Станислав Левин. События.